Еще один кусок повторения, поскольку нельзя оставлять вот такие неразобранные, непонятные моменты, перестаньте понимать все остальное. Не лишнее даже для тех, кто разобрался. Начать придется с модели козы. Напоминаю, в какой модель мы с вами рассматриваем. Есть пастух, у которого три кожи. Пастух, как их пастух, вбивает колышку посреди кожи, привязывает коз к этому колышку абсолютно одинаковыми резиновыми шмаками, сам садится вот здесь, на добуретчику, в районе колышка, и начинает коз хлестать. Изо всех сил козы бегают. Ну, потому что никому не хочет, чтобы коз хлестает. Ангелина, как будет выглядеть траектория движения козы? Она привязана на резину шмаку, вот к этому колышку. Как будет? Ну, хорошо. С вашей точки зрения, коза будет вот так, туда-обратно прыгать. Я там по кругу. Понятно, что она по кругу именно побежит. Да? То есть, она пробует удрать вот в это направление, почему у нее не получается? А там и совершено. Так, в результате. А в результате вот круговая траектория. Но теперь все три козы разные. Первая коза совершенно обычная. А вторая коза больная, сила, страдает комплексом неполноценности, потери памяти. Как по-вашему, траектории первой и второй козы будут спадать еще? Нет. Нет. Какая будет вынуждена бегать ближе к пастуху? Слабая. Слабая. У нее, может, не хватает сил растянуть эту кнопку. Так? Хорошо. А третья коза ведет здоровый образ жизни, читает все популярные глянцевые журналы, занимается фитнесом, пьет биологически активные добавки. Вот такой шварцнейпер, да? Могучая коза. Будет ли траектория бега Шварценеггера совпадать с траекторией вот этой буквы? Нет. Всю больше, как он будет бегать. Да. А он может сильнее растянуть шнурок, будет бегать вот так. На этой модельке видно, что не все электроны, которые крутятся вокруг ядра, имеют одинаковые характеристики. В случае, если это не электроны, а коза, энергия какой у козы самая большая? Желтая. Желтая. Отлично. И если энергия у козы большая, что можно сказать о радиусе орбиты? Самая большая. Самая большая радиусе орбиты. А вот той козы, у которой энергия самая маленькая, какой радиус орбиты? Самая маленькая. Самая маленькая. Теперь переходим к атому. Как по-вашему, где будут крутиться электроны вокруг ядра, у которых самая низкая энергия? Ближе всего к ядру. Где будет приезжать облетали электроны, у которых самая высокая энергия? Дальше всего к ядру. Так, вот это и есть представление об энергоуроке. Соответственно, чем ниже энергия электронов, тем ближе к ядру они будут, как я не знаю, образовывать свои опыты. Вы что говорите, что мы подкармливаем, что нужно добавить в этих... Подождите, мы даем с вами ближе к концу занятия энергосинтеза, без того процесса, который на самом деле дает всю пищу на наших водителей. Вообще всю пищу. Для нас с вами. И вот тогда вы видите, как это удается делать растения. Как из неорганических веществ можно построить органику, еду. Вот для этого как раз будет важен момент, подкармливание козы. Дело в том, что в молекуле вещества, которое называется флорфил, есть партика электронов, которые вот здесь, на самом высоком энергоуровне. То есть они уже шварцнеггеры. Что будет, если накормить вот такую электрону? То он вообще был умеем, что это не торвется. То он просто порвется резинку. Порвал резинку, что сделал? Режим. И удался. Так вот, как можно накормить электрон? При взаимодействии с единицей, с порцией энергии, которая передает свет. С порцией энергии электромагнитного излучения. Называются такие порции кванта. Вот если кванта света, потом попадая вот в этот электрон хлорофил, энергия этого электрона повышается, и он просто разбегает от ядра. И оказывается, по ту сторону биологическая мембрана. Обратите внимание, что мы получили. Вот у нас мембрана есть, а она вообще заряды не пропускает. С этой стороны мы бомбим хлорофил, он теряет электроны. Электроны уходят отсюда. В результате здесь у нас накатывается какой заряд? Отрицательный. Отрицательный. А если сравнить вот эту сторону мембраны, если здесь отрицательный заряд, значит здесь положительный. А теперь, что произойдет, если мы возьмем и вот в эту мембрану, вот так, ставим проводник. Проводник, который пропускает протончики, положительный заряд. Что сделают протоны? Куда придут? К электронам. К электронам. Противоположные заряды что делают? Притягиваются. Притягиваются. Отлично. В результате, значит, протоны дружными рядами двинули вот сюда. Что у нас случилось в этом проводнике? Отлично. Направленное движение заряженных частиц. Как называется в физике направленное движение заряженных частиц? Электрический ток. Электрический ток. Отлично. А используя энергию от электрического тока, можно совершать работу? Да. В электродвигатель, вот в этой лампе и так далее. Для чего используют растения вот эту энергию, которая в этом проводнике выделяется? Для синтеза организма? То есть они придумали электрический. Они придумали... Кто-нибудь из вас фотография или видео МКС? МКС – Международная космическая станция. Видели? Да. Ага, видели. А что такое торчит из него в разных тормах? Солнечные. Солнечные батареи. Зачем они нужны? Чтобы вырабатывать. А как они умудряются выработать энергию? Вот энергию солнечных лучей в электрический ток. Так что растения создали свой вариант солнечных батарейок. Преобразователи, энергия... Конечно, электрический ток использует не только в любви цепи. Да, конечно. Но электрический ток и люди используют в самых разных целях. Можно вам сказать. А в искусственном варианте потасилось возможно? Еще раз. А в искусственном варианте потасилось возможно? А-а-а-а. Отличный вопрос. Хотя на современном уровне технологии вот взять и весь, что косимство воспроизвести, все равно мне кажется. Уж больно громоздкий, тяжелый, сложный процесс. Но даже если бы удалось, да, догадайтесь, сколько бы стоил один грамм искусственно синтезированной органики. Он был был раз в 50 дороже золота. И зачем это надо? Когда можно сделать намного проще. Вот ну картошку в землю. Да разве она сама провела фотосинтез, и ты к осенью собрал урожай, картошки, которые стоят не в сотнях дороже золота, а копейки. И зачем нужен искусственный токсин? Ради прикола? Ну, лет через 10 ради прикола можно и поставить такую установку. Ну, вообще-то, естественный процесс не так сложный. Нет в чем везде пробовать их заменить, как и пускать. Ой, ребят, вот вы выкрикиваете слова, смысл которых не понимаете. Я понимаю, что вы наслушались по телевизору, по радио, в интернете, от родителей, всякие страшилки про биологические, сейчас генетические модифицированные продукты, консерванты и так далее. Вот, ребят, если не хотите, чтобы вас дурили всю жизнь, никогда не используйте слова, которых не понимаете. Скажите, пожалуйста, а человечество хоть когда-нибудь, вот с тех пор, как у него возникло сельское хозяйство, делали продукты, в которых не было консервантов? Никогда. Соль и консерванты. Соль и консерванты. Сама классическая, вот такая домашняя колбаса, вареная колбаса, какого цвета? Не коричневая, розоватая, а вот мне, что она должна быть серая. Вообще-то, на самом деле, она должна быть серая, серо-зеленоватая. Почему она работает? Консервант. Консервант, который называется селитра, который всегда туда добавляет. Просто всегда. Так, еще одна классическая игрушка сознания обывателя. что бывает что-то полезное, а бывает что-то вредное. Ребят, бред всего такого. Если к концу нашего курса вы отвыкнете пользуясь этим двумя словами, я буду считать, что половина дела сделана. Ответь на вопрос, пожалуйста. Повареная соль, натрий хлор. Полезная или вредная? Полезная. Нормально, полезная. О, ура, ура. Если вы вообще не получаете натрий хлор, то через 3-4 месяца у вас проблемы со зрением, еще через 2 недели проблемы с мышцами, начинают сводить судороги, а еще через месяц у вас встанут сердце и паралич дыхания. Да? Хорошо. Если вы, наоборот, по аварийной соль лопаете чайную ложку, не понимаете? За солью, за солью. Все, ребята. У вас резко возрастают риски по инфарктам, инсультам, проблемам с желудочной железой и так далее. А если вы с одного ресиста съели полторы столовые ложки по аварийной соль, то вы помрете. Вы превысили дозу слитареза, смертельную дозу данного вещества. А что у всех решений? Теперь ответим на вопрос. Вредная или полезная, поваренная соль? Количество. Все полностью зависит от количества. Вы знаете, в свое время великий химик Керкуле, который в первом предположил, как встроена молекула бензола, как он определил грязь? Что такое грязь? Несколько разумных бактерий? Ага, тогда ваш желудок заполнен грязью. Я уж не говорю про ваш кишечник и ваш пол. Слово грязь все знают, да? Ну и попробуйте определить. Да, смешано. А грязь на основе бензина невозможна? Или масла? Никогда не видели на плохих заправочных станциях, что накапливается под машинами? Да. Это жидкость плюс земля. А сухой грязь не бывает? Бывает. Да. А кефаль на пределах болта. Грязь – это вещество не на своем месте. То, что является грязью в одном случае, в другом случае можно так назвать? Нет. Да нет, вполне уместно, вполне необходимо даже может быть. Если вы возьмете кусок почвы болота, то в болоте эта порция вещества уместна? Да. Отлично. А теперь этот же кусок почвы переместили на белую крахмальную скатерть в середине обеденного стола. Вот это уместно? Нет. Совершенно. Да? Так что, ребят, отказывайтесь от представления о том, что что-то полезно, что-то древно. Важно, в каком количестве, в какое время, для чего. Да? А иначе вот эти магические заклинания, вот это полезно, это бредно, вот эта пищевая добавка там делает чудеса, это нормальная попытка воздействовать на окружающий мир магическим заклинаниям. Дерьян-пам-пам-бум-бум. Все. Лучше понимать. Гелий и водород – это два элемента, у которых электроны только на первом энергоуровне. Вот мы модель, как же, взбирали, у электронов первого энергоуровня какая на 5? Ближе всего к ядру летают какие электроны? С водороги. Самая низкая энергия. При этом у водорода сколько таких электронов? Один. Один. У гелия два таких электрона. Спаренная облаха. Какое облахо аналитически выгоднее? Спаренная или не спаренная? Спаренная. Спаренная. Поэтому гелия ни с кем реагировать не будет. У него заполненный уровень. Хорошо. Дальше поехали. В этих элементах прибавляется второй уровень. Так, там следующий электрон ставить не было. На одном углу не больше двух электронов. Возникает С-обуха уже второго уровня. С электроном более энергичным. Ну-ка, давайте. Литий, берили. Дальше кто это? Город. Город. Дальше. Гуглер. Гуглерод. Азот. Азот. Гуглерод. 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 Вот это вещества второго периода. Отпеть. Так, подождите. Ребята, разберитесь с простым. Потом будем переходить к сложному. Отпеть. У каждого из этих веществ, вот в этом спешечке, слева направо, добавляется по одному протону ядро. Это значит, заряд возрастает недель. И это значит, что на орбите прибавляется лишний электрон. Так вот, ребят, на втором энергогородне углите сколько электронов? Один. На втором энергогородне один электрон, а два остальных у него где? На первом. Уберили два электрона, убора три электрона, углерода четыре электрона, а два остальных, пять электронов, углерода четыре, шесть, семь, восемь. Вопрос, а как же у него, допустим, восемь электронов на одном уровне сидят? Первый, да, один. А вот первый энергогороднень, а просто такой сферичный округ. А уже второй энергогороднень как встроен? У всех электронов одинаковая энергия, но они летают по нескольким разным разлетающим. И, наконец, еще один углероднень, два. Еще один электрон на второй энергогороднень, можно поставить? Нет. Нет, это платок еще. Ни одного углорода сюда больше засунуть нельзя. Они взаимно оттолкнутся. Так, вот он завершенный, второй энергогороднень. Какие здесь очень частые ошибки? Очень часто путают энергогороднень с самым орбитальным. Но для первого уровня они будут совпадать. Понятно? А уже для второго уровня. Посмотрите, на втором уровне только одна орбиталь. Сколько? Четыре. Четыре. Четыре разных орбитальных. И те, понимаете? То есть, если вернуться к модели козы, мы что получаем? Вот восток. Вот здесь бегают действительно по кругу две козы, самые слабенькие. А козы средней силы? А козы средней силы, во-первых, их несколько. И бегают они в двух даже. Обратите внимание, траектория у них спадает или нет? Нет. Нет. Вот это козы средней силы. Они занимают второй энергогороднень. А козы шлапснеггера? Нет. Следующий энергогороднень. Они будут еще дальше. Но, опять же, третий энергогороднень будет включать в себя много разных орбитальных. Да. А почему на первом энергогородне не образуются биооблака? Не понял. Почему на первом энергогородне биооблака не образуются? Ребята, скажите, пожалуйста, даже не исходя из геометрии, а чисто интуитивно. Какое облако проще построить? С. Конечно, сфера. Вот если просто разогнать частицу, придетивая ее в центр, то она будет двигаться, описывая сфера. Я просто не очень хочу, чтобы вы у меня сразу сошли с ума. Потому что мне даже будет неинтересно, если все сразу сойдут с ума, что я с вами буду делать. А если бы я к этому стремился, то я бы начал вам говорить, что на самом деле это никакая не сфера, никакая не восьмерка, что на самом деле это графическое отображение сложного дифференциального уравнения, описывающего движение элементарной частицы. Но куба у вас совершенно точно. С. 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 Притягивает железо? Притягивает железо. Отлично. Вот как по-вашему. Вот у нас первая система, три магнитика, и вокруг железные шарики летают. Вторая система, десять магнитиков, и вокруг железные шарики летают. Вопрос. Сила притяжения у первой и второй системы будет одинаковая или нет? Нет. Где сильнее будет притягиваться шарики? Понятно, что вот здесь? Почему? А здесь просто магнитика больше. Это понятно? Хорошо. А теперь берем какой-нибудь вот этот элемент. Углерод. Вот его лентрол. Вокруг ядра летает лентрол. Скажи, пожалуйста, вот здесь сила притяжения электронов к ядрум. Вот это у нас будет первый случай, второй случай, а это третий случай. В третьем случае, какова сила притяжения электронов к ядрум? В среднем ядра больше, чем в первом. Больше, чем в первом. И? Вот это симпатично. Вот эта сила притяжения, сила, с которой атом притягивает электронов к ядрум, называется каким термином? Электроотрицательный. 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 Электростатика – это вообще загряжение разноименных зарядов. Кто этого не понял? Запишите еще раз определение. Сила, с которой атом притягивает электрон. Кстати, вопрос, вот если вот соедините водород и в то, и он получится? Сейчас разберемся. Водород будет здесь. Его с водителями сравним достаточно сильно. Называется электроотрицательность. То есть в периоде слева направо, что с величиной электроотрицательности? Повышается. Повышается. Вот эти элементы лучше всего притягивают электроны, а вот эти? Лучше всего. Лучше всего. Отлично. А теперь попробуем сравнивать водород с какими-нибудь из этих элементов. Сравнивать напрямую не выглядит. У него электронная оболочка в другом устройстве. И вот здесь будет один хитрый вопрос. Вот давайте. Вот он водород, ядро, орбита электронов. А вот здесь, допустим, углерод будет. У углерода, кроме 2С, какие еще орбиты? Еще 3. Еще 1 пиог. Нет, их 2. 2 пиога. Одно. А, дважды. Запомнили. Не купились. Дело в том, что 2 пиога заполняются по одному лицу. Первоначально. Хорошо. А теперь вот такой вопрос ко всем сразу. Опять же, зачем ты к модели с магнитиками и железными шариками? Как по-разуму, ядро, какие электроны проще притянуть? Электроны с первого уровня или электроны с второго уровня? С первого. Понятно, что с первого. А почему проще? С первого. С первого. С первого. С первого. Это понятно. Так что, если сравнить электроотрицательность у лития и водорода, кто хуже притягивает свой электрон, свои электроны? Водород. Думайте. У водорода один единственный электрон, который близко к ядру. У лития уже появился электрон, который далеко от ядра. Значит, водород для рамки нет. Литика. У лития меньше электроотрицательность, чем у водорода. Почему? А потому что один из двух электронов, чёрт-то знает где, на втором уровне. Это понятно? Продолжение следует...